Здравствуйте! Сегодня мы с вами свяжем тесьму, которая в дальнейшем будет использоваться нами в тесеночном или шнурковом крожеве. Начнем работу с трех воздушных петель. Выполняем. Раз, два, три. И провязываем полустолбик в нашу первую наборную петельку. Провязываем. Поворачиваем нашу работу так, чтобы воздушные петли были вверху. Выполняем три воздушные петли. Раз, два, три. И под нашу арочку из воздушных петель провязываем пять столбиков с одним накидом. Провязываем. Раз, два, три, четыре, пять. Выполняем одну воздушную петлю и провязываем столбик с одним накидом под эту же арочку. Провязали. Работу поворачиваем на изнаночную сторону и провязываем три воздушные петли. Провязываем. Раз, два, три. Теперь под нашу одну воздушную петлю провязываем пять столбиков с одним накидом. Провязываем. Раз, два, три, четыре, пять. Провязываем одну воздушную петлю и провязываем столбик с одним накидом под эту же арку из одной воздушной петли. Работу можем опять перевернуть на изнаночную сторону и также продолжать. Три воздушные петли, пять столбиков с одним накидом под одну воздушную петлю. Два, три, четыре, пять. Одну воздушную петлю опять провязываем и сюда же провязываем столбик с одним накидом. Так будем выполнять до необходимой нам длины. Тесьма у нас получается двусторонняя, одинаково выглядит с лицевой и изнаночной стороны. Так наша с вами тесьма будет выглядеть из пряжи секционного крошения. Творческих вам успехов! Творческих вам успехов! Продолжение следует...